Дезертир и сайт VideoGameplay.ru представляют Сервисы, такие как улучшение ваших вещей, изменение их внешности или свойства за определенную сумму, конечно же. Если же вы находите какие-то легендарки, она может вам перековать их. И также, если легендарка устарела, но вы хотите сохранить внешний вид, вы можете сделать ее заново. Что еще можно добавить? Ну, например, то, что на некоторые легендарки, чтобы их изменить, требуется очень-очень много ресурсов, которые добываются иногда довольно сложно. Также, не каждой шмотки очень интересно выглядят. Но, в целом, я думаю, что это интереснее изменять постоянно вещи, как бы, и это круто, на мой взгляд. Но тогда, касаемо левела, я перейду, думаю, ты не против. Как все вы уже знаете, повысились левелы, минимальный стал теперь 70, до него качаться, как оказалось, не так долго. По крайней мере, если качаться на истязании или по мастере, вы можете, в принципе, докачаться до 70-го левела задолго до того, как пролететь. Так что, как-то так. А если еще это качаться с кем-нибудь, с тем же, допустим, монахом, это вообще пролетит незаметно, как ты мне говорила. Да. Ну что ж, поговорим немного о дропе 2.0. Многие, наверное, заметили, кто уже поиграл в Diablo. Падает очень много лингидарных шмоток, также зеленки. Золотые шмотки теперь падают, как обыкновенные и белые. Допустим, как в Diablo 3 просто. И у них, естественно, свойства намного лучше, чем 60-го уровня. Огромное разнообразие во внешнем виде, также во свойствах. Так, как и обещали, в общем, Blizzard, они переработали эту систему и довели ее до ума. Но, скорее всего, еще будут доводить, потому что, может быть, есть какие-то минусы. Да, в целом я лично особых минусов не заметил. Причем падают еще и эскизы с такой же частотой. Мне очень понравилось то, что они повысили очень быстро камни. И теперь не падают безупречные, как раньше, да, а падают сразу имбовые камешки, в которых сила и прочие показатели плюс 100. И это мне показалось довольно приятным. Впечатление такое оказало. Вот. Что касается улучшенной генерации локаций, здесь тоже все очень радует, потому что, если вы зашли на карту один раз, то в следующий раз она может быть совершенно другой. Если более подробно, я объясню, наверное, попозже чуть-чуть, где мы расскажем про новые режимы, ну а по генерации, в принципе, пока все. То есть карта постоянно меняется. Постоянно меняются на ней монстры. Вот. То есть все это отлично. Ну что ж, раз ты затронул монстров, давай поговорим о них также. Близзарды не забыли нарисовать новеньких, страшненьких, уродливых, которые на ваших глазах превращаются в еще более страшных. Если, допустим, кто играл заметил, в некоторых актах есть и змеи, которые изрываются под землю и становятся еще больше, или огромные такие махины, ходящие и телепортируют из какой-то из преисподней на вас еще дополнительные войск. В общем, с монстрами они постарались тоже. Чего, например, стоит, не знаю, видел ты или нет. Один из элитных монстров, который дает событие. Такое, как перемещение в портал. Да. Он закапывается под землю и притворяется порталом, после чего вылезает, и вы его убиваете, и вы перемещаетесь в какое-то измерение непонятное, где сражаетесь и выживаете за порталом. Вот. Ну, касаемо данного выживания, если уж говорить, то тогда мы поговорим о крестоносцах. Это новый класс в этом дополнении, и примечателен он тем, что он довольно веселый. Я бы даже сказал, что это один из, наверное, на мой взгляд, самых веселых классов именно по драйву и веселью, которое он доставляет. То есть он вроде бы серьезный, вроде бы там должен быть очень скованный, такой служитель веры, да, и прочее. Но оказывается, что он очень-очень смешной класс, потому что когда ты садишься на лошадь и улепетываешь куда-то вдаль, это выглядит очень прикольно. Я не знаю, это моя самая, наверное, любимая способность у крестоносца. Она офигенно сделана. По поводу остальных, у него довольно высокая стойкость. Если играют два крестоносца, а в идеале совсем три, то они дают всем разные бафы, и считай, они становятся почти бессмертными. То есть это реально помогает. Ну как в свое время помнишь монахи? Четыре монаха прошли во время релиза Диабло. Да, да, да. За несколько там часов. Ну что ж, от класса перейдем, наверное, к собственной жизни у каждого жителя в городе. Допустим, когда вы играете в компанию, все жители живут своей жизнью, они разговаривают, они делятся с вами своим мнением, историей, там рассказывают свои, даже у ваших помощников, не крестоносца, а лучника, чародейки, и, как в третьего зовут, тамплиера, по-моему. Наверное. Да. Хотя нет. Я не помню. Не важно. В общем, вы подняли. Рыцарь. Они живут своей жизнью, у них своя линия, иногда они дают вам собственные задания, разбираются в себе, там даже есть небольшая любовная линия, если кто играл. В общем, Близзарды обещали это на Близкон, они сдержали слово, что будет интересно не только следить за сюжетной линией, как убить Монтейли, но и еще будет по ответвлению. Давай, про режимы расскажи нам. Как раз насчет ответвлений, как раз о режимах. Это еще одно ответвление, сделано оно для того, чтобы вы из Диабло не уходили. Чем оно интересно? Тем, что в нем есть, по сути, два режима, на которых я их подразделяю. Первое, это простые приключения. Вам дают задание, вы заходите на локацию, причем перемещают вас почти сразу к заданию, либо где-то в окрестностях этого задания, в зависимости от самого задания. Если вам надо убить какого-то монстра, то вы просто берете и убиваете, и он может находиться как прямо вот рядом с вами, рядом с порталом, так и где-то спрятан или появится после зачистки территории. Второе же, это нефалемское испытание, ну, как лично я его прозвал. В нем вам надо зачистить территорию полностью, то есть локацию, до достижения 100%. После чего вас ждет финальный босс, который выпрыгивает и пытается защитить свою честь и прочее, прочее. После чего вам даются куча плюшек, на которые вы можете покупать различные предметы. Но я не знаю, конечно, как вы, а я покупать их больше не буду, по причине того, что выпадает там всякая хрень. Да, полный шлаг. Может выпустить и белая, и синяя, и золотая шмутка. Да. Ну что ж, мы вкратце рассказали, что такое новое дополнение. Теперь же, после того, как мы в него поиграли несколько дней, у нас, естественно, сложилось собственное мнение. Я вам его сейчас расскажу. Начнем, как обычно, с плюсов. Что мне понравилось? Во-первых, понравился сюжет. Как мы идем к главному нашему злодею, Малтаэлю, какие у нас встречаются трудности, сюжеты и прочее. Потом есть собственная жизнь у самих жителей города. Я уже об этом говорил. Мне это очень понравилось. Иногда интересно послушать, что говорит кузнец, какие у него проблемы, что его беспокоит, и как вы можете помочь ему в этом. Затем у ваших же спутников есть собственная жизнь. Это тоже плюс. Их не рассказы, их не мини-задания. Можно иногда просто забыть про главную сюжетную линию и заняться, допустим, ихними делами. Разнообразные события во время кампании. Допустим, если вы ищете путь в крепость, и вам могут попасться в городе входы, где вы можете зайти в ту или иную хижину, и вас там будет, допустим, встретит вас мародер, который будет грабить дома, и вы скажете, эй, это плохо, и у вас будет с ними маленький конфликт. Тоже интересно. И что еще мне больше всего понравилось, потому что я не люблю прокачивать долго уровни, то, что до 70 уровня, даже в соло, вы можете это сделать очень быстро. Из минусов, у меня их пока все-таки мало. Это, во-первых, то, что монстров, на мой взгляд, было очень мало. Их там можно по пальцам пересчитать. Запомнил, к сожалению, я всего лишь несколько штук, и то сейчас не смогу назвать, кто это такие. Туповатые боссы, я это говорил во время прохождения, допустим, тот же Уразель, он со своей базукой ходит по определенной траектории и стреляет в вас снарядом, от которого, ну, не знаю, даже слепой может отойти. И еще были такие же другие боссы, которые просто отбегаешь и убиваешь их. Затем больше всего, чего не понравилось, у каждого класса всего лишь одно заклинание. Близзарды вообще в конец разленились, и как-то это скучновато, хотя бы дали бы два или три. Ну и последний такой небольшой минус, то, что все ролики были нарисованы на коричневом папирусе, точно, то есть, ну, такой бы бумажный стиль не было CGI мовика, как, допустим, в том же Диабло в конце, где Тироэль гуляет по с разрушенному раю. Ну, давай, Деска, выскажи теперь свое мнение. Ну, а теперь, собственно, мое мнение, как особого, скажем так, приверженца стороны Диабло, очень мне нравится эта игра, особенно в последнем дополнении. Много для меня плюсов она принесла, большинство из них, в принципе, Йелкин сказал, и я думаю, добавить и начать скорее с минусов. Тем более, что их у меня немножко больше как-то получилось, чуть-чуть так, но неважно. Основное впечатление от игры у меня отличное, но главный минус это то, что они действительно не сделали ни одного ролика, абсолютно ни одного. То есть, если в первом Диабло мы наблюдали офигенные ролики, если мы во всех дополнениях предыдущей игры наблюдали офигенные ролики, мы даже в Warcraft 3 и, по-моему, даже в первом Warcraft были тоже ролики, я сейчас уже плохо помню, но, по-моему, да. И в первом Диабло, кстати, по-моему, тоже были. Ты не помнишь? К сожалению, я в него не играл особо. Но да, там между актов были хорошие ролики. И почему, собственно, они решили не заморачиваться и сделать всего один ролик, который, не знаю, как всех, но лично меня уже тошнило, когда я его увидел в самом начале Диабло, особенно после выставки, которую мы проводили с тобой. Вот. Так что, не знаю. Касаемо второй большой проблемой. Когда я играл, я слышал музыку. Но что меня немножко добивало, это в 80% случаев она, как правило, не совпадала совершенно с тем, что происходило во время боя. потому что играла какая-то оркестровая музыка и к той динамике игры, которая была, она не попадала вообще никак. И мне пришлось включать отдельную музыку на фоне, потому что играть под то, что было, я не мог. Хотя на боссах, согласен, у некоторых была очень даже хорошая музыка, динамичная, и там она мне нравилась. Но в целом я прошел как-то под свою. Вот. Естественно, добавлю, что продолжительности намного меньше и это печально. За, по сути, те же деньги, если даже, по-моему, не дороже, вышла игра более маленькая. Это как-то обидно. Пошла в последнее время у Близзарда тенденция делать дорого, но не очень напрягаться, на мой взгляд. Потому что следующее дополнение тоже выходит намного-много-много дороже, если брать Вовку. Ну, тут уже, я думаю, ты сейчас что-нибудь скажешь, поэтому фу. Не, мы сегодня обзор на Диабло. Не, я промолчу, я куплю коллекционку, оно всегда одинаковое. Ну, да. Вот. Теперь давайте уже, наверное, к плюсам. Естественно, в моем случае это боссы, и спросите, почему, раз они тупые. Но, на мой взгляд, мне понравилось то, что они сделали не как в первой версии Диабло 3, да, там были просто боссы. И у них, как правило, не было как таковых фаз, у них просто были боссы и боссы. Вот он бьется, вылезает и бьет одинаково всегда. Единственный, кто отличался, это был Диабло. Сейчас же почти каждый босс имеет хотя бы две фазы. И это реально нравится. Мне очень понравилось драться с Магдой, когда она просто загадила абсолютно всю комнату своими кровавыми точками. Это было очень жестко. Мне очень понравилось драться как раз с Мэлтейлем, потому что он довольно специфический босс, с первого раза личный, ну не знаю, может кто-то прошел, может у меня просто кривые руки, но у меня не получилось его с первого раза пройти, особенно учитывая то, что мы проходили на, по-моему, экстриме, и, точнее не экстриме, а истязание. И получилось так, что он нам доставил много проблем. Играли мы в соло, и, соответственно, здоровье у него было, по-моему, 1 миллиард 113 миллионов пошло вот так вот. Это было жестко. Это жестокие цифры, ты назвал. Да. Вот. Ну и, соответственно, плюсы тоже я отношу к достижения различные. Я люблю достижения, мне не нравится, их стало больше. Я люблю их выполнять, люблю находить, люблю случайную генерацию карт, люблю то, что там стало очень-очень много различных комнат, то есть очень много различных ответвений. Кстати, касаемо ответвлений, есть еще одна история, о которой Элкин не сказал. Это то, что можно проследить, что все граждане, которых мы встречаем в некоторых погребах, они хотят свергнуть нынешнее правление. И то есть там даже есть, по-моему, будущий, как бы, король, который хочет на это место, и мы его убиваем. Да, я помню это событие. Вот, вот. Поэтому тоже вот заморочились в этом плане сюжет не понравился. Сюжет определенно отличный. Короткий, но отличный. Касаемо нефалемской битвы, кстати, точнее, нефалемского испытания, есть очень интересный момент, что оно не просто случайно генерируется, оно в каком-то смысле почти бесконечно. То есть вы начинаете в одном месте, вы там можете начать, например, в Трестраме вас переместят, да, потом вы вдруг переместитесь на Бастион локацию какую-нибудь, потом вы можете переместиться в Пятый Акт, потом опять в Третий в Колдеи, к примеру, еще куда-нибудь и вас будет кидать куда угодно. то есть в чем, если помнишь, тюрьма из, по-моему, второго, нет, не второго, первого акта, тюрьма, да, где мы там сражаемся, мы вот попали с другом и там тюрьма была очень огромных размеров, поэтому вот так. То есть локации они очень хорошо тоже продумали. На этом, наверное, от меня все, от тебя как? Ну, мы высказали свое мнение, нам, наверное, больше нечего добавить, будем, естественно, проходить, стримить, делать достижения, все это будет выкладываться на наших каналах и спасибо, что слушали нас. Надеюсь, вообще, вам понравилось, всем удачи, спасибо и пока. Ждите нас в Диабло. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok